Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в лекции мы рассмотрим следующие вопросы. Первый вопрос. Конституционные принципы судопроизводства. И второй вопрос. Конституционные гарантии прав участников процесса. Итак, перейдем к рассмотрению первого вопроса. Конституционные принципы судопроизводства. В начале лекции я хотел бы ввести вас в курс дела, о чем мы с вами будем беседовать на протяжении вот этих вот предстоящих десяти лекций. Прежде всего, я попытаюсь вам объяснить, каким же образом, как реализуются конституционные положения, положение основного нормативного акта Российской Федерации в столь значимой для защиты прав и законных интересов граждан отрасли права, как уголовно-процессуальное право. Дело в том, что те положения конституционные, которые были внедрены в наше законодательство с принятимым вступлением в действие Конституции Российской Федерации, это было, напомню, 12 декабря 1993 года, существенным образом изменили ход уголовного процесса. И, на первых порах, это вызвало непонимание, может быть, или серьезные проблемы в реализации конституционных положений. Ну, дело, наверное, в следующем заключалось, поскольку все-таки эти положения были направлены на либерализацию правового положения обвиняемых и подозреваемых, а также подсудимых в уголовном судопроизводстве. И, в какой-то мере, естественно, снизили, может быть, защищенность правового положения или защищенность потерпевших в уголовном судопроизводстве. По этому поводу достаточно много дискуссий возникало в начале. Такие основные дискуссии проводились с начала 90-х и, наверное, до конца даже 90-х годов. С новой силой они разгорелись в 2001-2002 годах. Даже в 2003 году проводились подобные дискуссии в связи с тем, что был введен в действие новый уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Сейчас, вроде бы, так сказать, несколько накал страстей спал, но, тем не менее, мы с вами попытаемся разобраться, а насколько все-таки позитивным было внедрение таких принципов, я бы сказал, международного права, общепризнанных принципов международного права. Ну, с одной стороны, признать принципы, а с другой стороны, руководствоваться ими. И вот, как можно ли руководствоваться, как они внедрялись, оказали ли они существенное воздействие на обеспечение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, мы как раз-то и пытаемся разобраться с вами. Но вначале нужно договориться о понятиях, что называется, что же это за принципы. И вот, первая, собственно говоря, лекция и посвящена вот этим конституционным положениям. Мы с вами сейчас попытаемся разобраться, какие конституционные положения в нашей Конституции имеются, и как они регулируют правовое положение участников уголовного судопроизводства. Первым принципом, который освещен в Конституции, является равенство всех перед законом. Равенство всех перед законом. Статья 19 Конституции определяет, что все равны перед законом и судом. Все равны перед законом и судом. То есть, на мой взгляд, в принципе, так можно охарактеризовать это положение, что равенство всех перед законом в основном касается материального права. А вот то, что касается равенства перед судом, как раз-то и регулируется процессуальным законодательством. То есть, все участники должны быть равны. Ну, это чисто гипотетически можно представить себе. Все равны перед законом. Имеется в виду, что равенство касается не обвиняемого, допустим, и свидетеля, или обвиняемого потерпевшего, а все потерпевшие равны. При этом Конституция все-таки, она детализирует равенство. Что за равенство? Как, собственно, от чего зависит это равенство? Поэтому, в данном случае, мы с вами попозже об этом поговорим в последующих лекциях. Но вот мы выделяем только один критерий – равенство перед судом. Статья 20 Конституции определяет, что смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания. При этом она возможна за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Здесь вот две таких посылки существенных. Вообще наличие, насколько допустимо наличие смертной казни в нашем законодательстве и как могут быть вынесены смертные приговоры. Это вторая посылка. Мы оставим в стороне дискуссию о наличии, вернее, о необходимости оставления смертной казни в нашем законодательстве. Если, так сказать, будет интересно телезрителям, мы можем рассмотреть впоследствии эти вопросы. Вопросы необходимости смертной казни в государстве. В большинстве европейских стран смертной казни нет. Но мы, наверное, не совсем европейское государство, в большей степени, наверное, с азиатским компонентом, поэтому, возможно, у нас и останется смертная казнь в законодательстве. Мы не будем это предполагать. Но вот, тем более, что в тех же европейских странах с последовательностью завидной, постоянной смертная казнь то отменялась, то опять вводилась, равно как и в России. В СССР еще того периода тоже самое наблюдались подобные политические, я бы сказал, манипуляции. А вот то, что касается суда присяжных, то это как раз наш вопрос. И мы тоже постараемся с вами разобраться, что такое, вообще, насколько, мы с вами уже о суде присяжных-то говорили, но вот насколько та модель, которая у нас с вами принята, то есть в нашем государстве принята, является, наверное, обязательной моделью, что ли, а может быть, стоит изменить модель. Мы же не говорим о том, что мы отказываемся от суда присяжных. Но, тем не менее, поскольку Конституция Российской Федерации носит обязательный характер, конечно, прежде всего для законодателя, в этом случае суд присяжных в России должен быть. И в соответствии с Конституцией должен рассматривать именно, прежде всего, дела о тяжких и особо тяжких преступлений, вернее, даже особо тяжких преступлений против жизни. Статья 22 Конституция определяет, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Конечно, в законодательстве понятие свободы и личной неприкосновенности определяется не широко, а имеется в виду положение о том, что арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускается только по судебному решению. Именно положение, связанное с лишением жизни, мы говорим, то, извините, лишением свободы. Здесь мы говорим о том, что допускается, необходимо вернее, судебная гарантия. В Конституции прямо отмечено, что до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Более 48 часов. То есть, не суток, я подчеркиваю, а 48 часов. Когда мы говорим 24 часа или одни сутки, это разные вещи для уголовно-процессуального законодательства. Так, равно, как и 48 часов не равно двум суткам. Поэтому, в данном случае, судебная гарантия защиты права гражданина на свободу определяется вот такими положениями и целиком и полностью отдается на усмотрение суда. Только суду предоставлено право решать вопрос о возможности лишения свободы подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. Естественно, в совершении преступления. Статья 23 Конституции определяет, что каждый имеет право на неприкосновенность, частную жизнь, личную семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Защиту своей чести и доброго имени. Далее в ней же определяется, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. То есть, фактически, положение части первой по отношению к уголовному судопроизводству конкретизируется. Конечно, у нас свобода, это и свобода вероисповедания, это и свобода передвижения, но законодатель именно применительно к уголовному судопроизводству определяет, что под этой свободой определяется некоторая передача и хранение, прежде всего, информации. И законодатель также определил и положение о том, что ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Только на основании судебного решения. То есть, по мнению все-таки, наверное, законодателя, по мнению авторов Конституции, ну и, собственно говоря, творцов международного права, судебные гарантии являются наиболее существенными гарантиями обеспечения прав граждан. Можно много критиковать суд и обвинять его во всех смертных грехах, в том числе и в сотрудничестве с правоохранительными органами. Наверное, это неизбежно, но, тем не менее, все-таки принятие судебных решений является наиболее демократичным способом обеспечения гарантии прав граждан. На мой взгляд, ничего более, наверное, демократичного, эффективного пока в мире не придумано. Поэтому, нравится нам это или не нравится, мы должны четко определять, что в подобной процедуре, наверное, нет альтернативы. Хотя, если мы взглянем на нашу Конституцию Российской Федерации, то обнаружим, что в той же главе судебная власть находится и прокуратура Российской Федерации. То есть, законодатели, авторы Конституции предполагали, что, наверное, прокуратура станет частью суда и будет как раз-то осуществлять или обеспечивать защиту прав и законных интересов, в том числе участников процесса. Но пока такого не случилось, то есть, вот, законодательные положения о вхождении прокуратуры в судебную власть пока не реализованы. Я напомню телезрителям, что подобные положения уже неоднократно выдвигались и пытались, были выдвинуты в Россию, и попытки реализовать эти положения были. Это реформа 1864 года, так и незаконченная, в том числе и попытка внедрить прокуратуру, сделать ее из самостоятельного органа, органам судебной власти, не увенчались успехом. Так и попытки уже постимперского периода, когда после 1917 года также большевиками была предпринята попытка создать прокуратуру внутри, в самом ведомстве, судебном ведомстве. Напомню, что была у нас создана прокуратура Верховного Суда РСФСР. Но этот период был недостаточно долгим, и также прокуратура в настоящее время существует как самостоятельный орган. То есть, как только начались такие репрессивные, наверное, моменты 30-х годов, потребовалась самостоятельная прокуратура. Как будет развиваться процесс в дальнейшем, наверное, время покажет. Но пока мы говорим о том, что право обеспечить гарантии граждан целиком и полностью возложено на суд, судебный орган. Статья 24 Конституция РФ определяет, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Не допускается. Одно время даже, наверное, в скорости после принятия Конституции РФ, многие ученые говорили вообще, а как будут происходить следственные действия, если вот именно в самой Конституции определено. Еще раз напомню вам, что вот эти последние слова, сбор и хранение информации без согласия лица не допускаются. Без согласия. Вот этот вопрос очень щекотливый. Но потом, так сказать, подразобрались и в некоторых законах появились положения о том, что собранная информация, в том числе и в области уголовного судопроизводства, допустим, посредством производства оперативно-розыскных мероприятий, должна быть предоставлена по заявлению лица, в отношении которого проводились оперативно-розыскные действия для ознакомления. Ну, конечно, та информация уже не как она была, особо не средства, методы этой сборы информации, а именно информация, если она, подчеркиваю, не была реализована в уголовно-процессуальной деятельности, то есть не была использована в качестве доказательств по уголовному делу. Ну, поскольку, естественно, если она была легализована, если она была потом реализована в виде доказательств, то гражданин, в отношении которого осуществлялся подобный сбор информации, и так может с ней ознакомиться в рамках уголовного дела. А если нет, да? Ну, это то, что касается именно вот собирания информации оперативным, тайным путем. А то, что касается собирания информации процессуальным путем, административным путем, то, естественно, пока, на мой взгляд, эти концепции в нашем законодательстве не реализованы. Не реализованы. Такая вот пока еще мертвая статья. Да, есть примеры из зарубежной практики, где это запрещено делать. Но у нас пока никто не спрашивает, а желаешь ли ты дать информацию в рамках уголовного судопроизводства или не желаешь. У нас существует уголовная ответственность за отказ от дачи показаний, допустим. Поэтому в данном случае говорить, наверное, рановато о эффективности данного конституционного положения. В этой же статье определено, что органы государственной власти и их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Если иное не предусмотрено законом. То вот как раз-то в рамках уголовного судопроизводства и предусмотрено право участников процесса, особенно, конечно, тех участников процесса, тех участников процесса, которые, интересы которых затронуты процессуальной деятельностью, знакомиться с материалами уголовного дела и выписывать из него все необходимые положения без каких-либо ограничений. То есть ограничения во времени не допускаются, но, естественно, что затягивать нельзя процесс ознакомления. Также можно применить и технические средства копирования, допустим, просто скопировать материалы уголовного дела. Насколько это хорошо, я затрудняюсь сказать. Вообще мне эта процедура не совсем нравится. Да, с одной стороны, необходимо готовиться к защите. Да, в этом случае, конечно, можно какие-то материалы из дела заимствовать. Но то, что только те материалы, на мой взгляд, можно заимствовать, которые необходимы для опровержения обвинения. Эти материалы предоставляются в том числе и в таком сжатом, уже формализованном виде, допустим, в виде обвинительного акта, либо обвинительного заключения. А вот все остальные документы, которые непосредственно не относятся, ну, такие обеспечительные документы, характеристики всевозможные, там, справки, они, на мой взгляд, никакой такой вот нагрузки необходимой для защиты гражданина не несут. Поэтому порождают только, ну, представляете, вот мы сейчас говорили, да, о нераспространении сведений. Так кому это требование относится? Оно относится либо к государственным органам, либо к частным лицам. Ведь в уголовном деле содержится информация, которая относится не только к обвиняемому, но и к потерпевшему, к его родственникам, к другим лицам, свидетели, эксперты, другие участники процесса, которые принимали участие в тех или иных действиях. Это их адреса, это их установочные данные. Все это может быть некоторой такой информацией, которую впоследствии можно использовать недобросовестно. А тут прямо в законе говорится о том, что частной практически тайны не существует, тайны личной жизни практически не существует, и обвиняемый может запросто принести ксерокс, да не только обвиняемый, ну может быть это и защитник, конечно, но защитник там ограничен некоторыми такими правовыми обязательствами в виде обязательства соблюдать тайну адвокатскую, да, то есть те сведения, которые он получил в ходе участия в деле, он должен хранить в тайне. А вот такой же обязанности у других участников процесса, так сказать, граждан не существует, поэтому, на мой взгляд, это ограничивает, вот как раз тот же случай, существенно ограничивает права граждан на тайну информации о их жизни. А потом мы, наверное, недоумеваем, откуда те материалы в печати, те материалы на горбушке появляются, да, как они используются, кем предоставляются. Да сам, собственно говоря, закон дает возможность людям, причем заведомо уже не добросовестным, не право, так сказать, послушным людям, я имею в виду о, речь идет об обвиняемых, подозреваемых, подсудимых, поскольку у нас не так много оправдательных приговоров, где-то 0,6-0,8%, десятых процента, значит, в большинстве можно заключить, что эти дела заканчиваются все-таки постановлением обвинительного приговора, ну, а значит, и можно утверждать, что львиная доля тех, кто ксерокопирует материалы уголовных дел и держит их у себя, а в них, как я уже вам говорил, еще раз подчеркну, содержится информация не только о конкретном лице, но информация о более широком круге обстоятельств может использовать по собственному усмотрению, включая и для шантажа. Да, есть какие-то, мы с вами говорили тоже уже раньше, есть какие-то меры безопасности, которые применяются следствием и судом. Ну, а если это воздействие будет оказано уже впоследствии, то есть вначале все идет гладко, а уже после, после вынесения приговора как раз-то и возникнет желание свести счеты. Таким образом, проблематично, да, нам наш взгляд, положение данной нормы права. Норма права нормальная, да, вот норма Конституции, а вот как реализовано это положение в процессуальном законодательстве, мы с вами посмотрим и еще раз его покритикуем. Следующая статья, это статья 25-я Конституции Российской Федерации «Жилище неприкосновенно». Жилище неприкосновенно. Законодатель определяет, что никто не вправе проникнуть в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. В данном случае речь идет не о любом проникновении в жилище, потому что если каждый обратит внимание на свое жилище, особенно те, кто проживает в высоких домах, что у него там есть. Это и пожарная сигнализация, и на балконах, там где-то на лоджиях соответствующие пожарные люки, лестницы, есть и электрика и так далее. То все это, у кого-то есть газ, вот недавно проблемы были с производством ремонтных работ, и все утверждают, в жилище войти нельзя. Почему в этом случае войти в жилище нельзя? Можно. Такие законы, если их и нет, должны приниматься, и граждане должны чувствовать безопасность собственного жилища. Они должны быть уверены, что кто-то не взорвет газовый баллон этажом ниже или этажом выше, и на них не упадет плита, или они куда-то вместе с соседями не провалятся, что они не сгорят, а если произойдет пожар, то вовремя можно будет вызвать пожарную охрану и вовремя соответствующую помощь получить и так далее. Все это осуществляется на благо граждан и не связано с отрицательным воздействием на них со стороны процессуальных органов. В Конституции же речь идет совсем о другом. В Конституции речь идет о собирании компрометирующих материалов. Не то, что ты не платишь за свет, да? Нет, это в области административного права лежит. А речь идет о собирании материалов, компрометирующих граждан в совершении преступления. Вот в чем. То есть собирание доказательств. В этом как раз-то и суть вопроса. Статья 26 определяет, что каждый имеет право на пользование родным языком. Естественно, защищаться от предъявленного обвинения, активно участвовать в судебном разбирательстве, без понимания языка, на котором ведется судопроизводство, бессмысленно. Поэтому есть у нас закон о языках, и он определяет, ну и собственно сам уголовно-процессуальный кодекс определяет порядок предоставления гражданам переводчиков, участия переводчика в уголовном производстве. Второй вопрос. Второй вопрос сегодняшней лекции. Конституционной гарантии прав участников процесса. Напомню телезрителям, что гарантия – это некоторое средство обеспечения реализации положения. Вот то, о чем мы с вами говорили, предоставление язык переводчика или право пользоваться родным языком или языком общения, на котором владеет, свободно владеет лицо, это есть некоторый принцип. А вот этот принцип может быть и не реализован. Поэтому конституционные гарантии как раз-то и направлены на то, чтобы у законодателя, разрабатывающего отрестливое законодательство, не возник соблазн каким-то образом ограничить, допустим. А вот давайте мы переводчика предоставим по делам особо тяжким, а по делам средней или небольшой тяжести мы не будем, по преступлениям средней или небольшой тяжести мы не будем предоставлять переводчика. Поэтому вот разрабатываются гарантии, которые и создают условия. С одной стороны, реализации законодательных конституционных положений в самом отраслевом законодательстве. С другой стороны, правоприменителям, когда применяется конкретным лицом конкретная норма права. В этом случае, допустим, следователь допрашивает свидетеля Иванова. В этом случае гарантии нужны. То есть гарантии реализации прав Иванова. Что же это за гарантии? Ну, прежде всего, можно назвать, я не берусь на всеобъемлемость анализа конституционных положений, да и не ставлю перед собой эту цель, но некоторые мы назовем. Итак, статья 46 в части 1 говорится о том, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Каждому гарантируется. Видите, здесь слово каждый означает, что независимо от гражданства, независимо от процессуального статуса. Поэтому каждый и потерпевший, и обвиняемый, и свидетель могут обратиться в суд. То есть здесь понятие судебной защиты – это право на обращение в суд с жалобой на нарушение прав и свобод в ходе уголовно-процессуальной деятельности, в нашем случае, да, хотя положение статьи 46 имеет более широкий круг применения или сферу применения. Но вот то, что определено в Конституции, в части 2, как раз-то относится в том числе и именно к уголовно-процессуальной деятельности. А там записано, что решения и действия бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Существует и специальный закон, который предусматривает порядок этого обжалования. С одной стороны, как самостоятельный вид деятельности, с другой стороны, как некоторый в порядке судебного контроля в ходе уголовно-процессуальной деятельности. То есть, можно сразу вот обжаловать. Вы приходите в милицию, там, в районный отдел внутренних дел, пытаетесь подать заявление о совершении преступления, допустим, о краже велосипеда у вас, вас не принимают в этом заявлении. В этом случае можно обратиться в суд. То есть, уголовного дела еще нет, но, тем не менее, ваши уже права нарушены. Вот закон такую возможность предоставляет. С другой стороны, когда речь идет уже о совершении некоторых процессуальных действий, допустим, провели обыск в жилище и необоснованно нарушили право, ну, в виде, допустим, сломанной, поломали мебель, там, скрыли полы, разбили перегородку и так далее. Ушли, не извинились, не возместили ущерб. В этом случае, естественно, речь идет о возможности вот обжаловать уже действия в рамках процессуального законодательства. Также по Конституции каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы, межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. В принципе-то, конечно, такая возможность существует, но здесь два условия, да, Конституции нам ставят. Первое условие, что эти права должны быть нарушены, вернее, эти права касаться принципиальных положений международного права, то есть то, что признается мировым сообществом в виде права человека, первое, да, и второе, что должны быть пройдены некоторые этапы у себя на родине, да, в том государстве, где гражданин привлекался к уголовной ответственности. И только когда уже судебное решение вступает, или решение другого органа вступает в законную силу, только в этом случае тот человек имеет право на обращение в международные суды, допустим, в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Статья 48 Конституция Российской Федерации определяет, что каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Каждому гарантируется. При этом в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатна. Здесь тоже две посылки. С одной стороны, квалифицированная юридическая помощь, как гарантия, конечно, противодействия деятельности органов расследования, прокуратуры и суда. Ну, в последнем, конечно, можно немножечко, так сказать, усомниться, да, в настоящее время, хотя тоже существует необходимость организации защиты и в суде. Но здесь уже не от суда, конечно, а от стороны обвинения. Но, тем не менее, гарантия, то есть возможность воспользоваться квалифицированной помощью, то есть помощью специалиста в области, признанного специалиста, является обоснованной и необходимой гарантией, с одной стороны, качества процесса, с другой стороны, защиты прав. Поскольку все-таки противостоять образованному следователю, прокурору практически невозможно или очень сложно, а во многих случаях и невозможно без вот такой помощи. Это первое. Во-вторых, вот вторая посылка – это бесплатность помощи. Поскольку страна у нас бедная, те лица, которые совершают преступления, не всегда, зачастую, наверное, и не могут оплатить квалифицированную помощь. Поэтому могут рассчитывать только на помощь государства в виде предоставления им за счет государства помощи адвокатов, да, помощи квалифицированных юристов. Вот в этом случае это не совсем бесплатная помощь. То есть адвокат получает деньги от государства, а государство платит за оказание юридической помощи конкретному лицу, которое само не в состоянии заплатить. Но, в принципе, оно не то, что не в состоянии, оно может быть и в состоянии, но не желает этого, не желает тратиться. И в этом случае гарантии правопомощи также предоставляются и лицам, хотя и имущим, но не желающим тратиться на эту помощь. При этом вот эта помощь предоставляется на ранних стадиях уголовного судопроизводства. Законодатель определил в Конституции, что квалифицированная помощь предоставляется с момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. То есть на ранних этапах уже такая помощь возможна. Почему я и говорил, вот, а зачем тогда законодатель предусмотрел возможность еще и дополнительно знакомиться с материалами уголовного дела в виде ксерокопирования положений, ну, наверное, прямо не относящихся к защите. Вот в чем дело, да. Поэтому квалифицированная помощь на ранних стадиях, она все-таки позволяет, ну, наверное, в достаточно большом объеме узнать еще до момента окончания предварительного расследования необходимые обстоятельства дела. Поскольку все-таки следствие принимает решения, эти решения обосновываются доказательствами, и эти решения предоставляются в том числе и стороне обвинения, защиты, обвиняемому стороне защиты. Поэтому тут все нормально. Статья 49 Конституция, такая значимая статья, многофункциональная статья, она определяет, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана, и в предусмотренном законном порядке, и установлено вступившим в законную силу приговором суда. Приговором суда. Вот последнее, да, нужно, я подчеркиваю, что лицо в соответствии с принципом презумпции невиновности считается невиновным, пока приговор о его виновности не вступит в законную силу. Не вступит в законную силу. Именно только в соответствии с приговором, обвинительным приговором, можно считать лицо виновным. А до этого любой человек, представший перед судом в качестве подсудимого, считается невиновным. Ну а соответственно этому и его правовой статус. К нему нельзя применить наказание. Наказание можно применить только к виновному лицу. Поэтому презумпция невиновности имеет несколько существенных аспектов. Первый аспект это обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Он обоснован, потому что изначально в части 1 статьи 49 прямо отмечено, что пока не доказали невиновность, значит лицо считается невиновным. Но здесь вот более узко, хотя в российской действительности этот принцип применяется широко. И в налоговом законодательстве, и в административном законодательстве, и в других отраслях права существуют, пожалуй, за исключением гражданских отраслей, где наоборот презумпция виновности существует, существуют такие постулаты. Поэтому это важно. Хотя, на мой взгляд, состязательность страдает. Следующее положение или значение презумпции невиновности заключается в том, что неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Здесь надо отметить именно вот эту неустранимость сомнения, то есть те сомнения, которые ей не удалось опровергнуть в ходе предварительного расследования или в суде. То есть стремились, хотели опровергнуть, но не смогли. В этом случае, значит, недоказанная виновность сильно равнозначно доказанной невиновности. Доказанной невиновности. Есть в Конституции статья 50, которая определяет, что никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. В нашей истории, к сожалению, случались нюансы повторного осуждения, но вот эта вот гарантия, она не была закреплена раньше на таком высоком уровне. Хотя и предполагалось, но теперь вот если осудили раз за преступление, повторно осудить гражданина не могут. Поэтому далее законодательство развивает свою мысль в виде такой формулировки, что при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Вот в чем вопрос, да? То есть, когда мы говорим о, с одной стороны, двойном осуждении, значит, какое-то дело, наверное, было не совсем правильно оформлено. Может быть, доказательства были представлены недопустимые, то есть, не соответствующие закону. И в этом случае, конечно, речь должна идти о возможности не основывать то или иное судебное решение на этих доказательствах. То есть, как и, с другой стороны, у участника процесса должно быть право подставить под сомнение законность доказательств, которые либо положены в основу обвинения, либо пытаются положить в основу обвинения. Поэтому, каким образом это делается? А это делается в том числе и посредством предоставления каждому осужденному права на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленным федеральным законом, а также право просить о помиловании или снятии, смягчения наказания. Смягчение наказания. Но вот последние фразы, так сказать, они не совсем, наверное, четко определяют суть вопроса, да, от которой мы с вами говорим. А вот начальная фраза, возможность обжаловать, это важное право гражданина, важная гарантия. Слата 51 определяет, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Это тоже важная гарантия, поскольку предоставляет тому же свидетелю право не быть привлеченным к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. На этом, уважаемые телезрители, время сегодняшней передачи подошло к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok